братва всем здарова саночной связи я вас рад всех приветствовать у себя на канале ребята заходите подписывайтесь осваивайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски и конечно же ставьте лайки ребята сегодняшняя тема будет посвящена продолжению серии видео о том как уйти от рсп ребята эта тема нужная то есть она касается очень многих людей многих мужчин которые живут с рсп и не могут от не уйти по причине психологической зависимости в прошлой теме мы осветили момент когда нужно урезать финансы чтобы рсп показала вам всю свою подноготную грязь то есть все то отношение как она к вам относится то что она держит вас просто-напросто за кошелек то есть и вы желательно конечно дарит до нуля урезаете финансы то есть и просто ждете то есть она вам все остальное уже покажет то есть смысл в том чтобы оттолкнуть ее от себя чтобы она вам показала свое истинное лицо ребята сегодня будет второй выпуск сегодня мы коснемся детей рсп ребята сразу вам говорю что здесь не будет никаких зашкварных моментов мне ребята подсказали подсказали подписчики подсказали в комментариях что сейчас даже дай бог памяти вспомнить как этот комментарий звучит то есть хочешь оттолкнуть от себя рсп то есть что-то начни воспитывать у ребенка то есть ребята этого ни в коем случае нельзя вообще воспитывать чужих детей во первых это противоприродно вообще но вам нафиг не нужно воспитывать других детей даже в таких целях а во вторых ребята вы начнете воспитывать его он начнет вас бесить то есть вы возьмете за ремень там по жопе ему там ладошка дадите не дай господь баба это снимет на видео или там как-то не знаю на аудио там запишет то есть ну в любом случае сможет как-то доказать ребята если вас пойдут там дальнейшие какие-то конт asks нет и она это предоставить в качестве доказательства ребята вы проблем таких себе заимите вы просто не представляете то есть ударить ребенка ребята ну я не буду вдаваться подробности просто загуглить и что вам будет за это то есть ну будет но в лучшем случае это будет у вас неприятности с полицией в худшем случае вас просто посадят она вам надо ребята так так что давайте мы отметим вот эти вот мысли чтобы воспитывать ребенка, тем более еще как-то там воспитывать его жестко, там ремнем, ремнем, ладошкой, лозинкой, наследие этого Советского Союза, то есть как воспитывали меня, в принципе, тоже так воспитывали лозинкой, там мать меня вечно била, когда я что-нибудь наделаю нехорошего, то есть либо же ремнем била, либо шнур у нее тоже такой был, то есть она меня лупила за мои косяки, за все, то есть, естественно, представьте, что будет, если вы это начнете делать, то есть будет очень плохо, момент будет, ребята, тоже в детях, но не нужно их воспитывать, ребята, нужно, кстати, этому нужно еще поучиться у женщин, начать капать женщине на мозги за ее детей, то есть в любом случае, ребята, если ребенок для вас чужой, в любом, ну, те, кто говорят, что они полюбили чужого ребенка, ну, я и в это не верю, то есть, ну, как можно полюбить чужого ребенка, ну, я не знаю, вот, напишите в комментариях, может быть, есть такие, которые любят чужих детей, то есть, ну, в любом случае, может быть, как-то там чисто вот в плане человеколюбия, гуманности, возможно, вы как-то его полюбили, то есть, ну, именно как своего ребенка вы его не полюбите, то есть, ну, ладно, не об этом, вот, если он вам чужой, в любом случае, он будет вас подбешивать, он в любом случае будет вас выводить, то есть, там, что-то он там не так сказал, там, где-то он там заорал, что-то он там дебоширил, там, набедокурил, что-то там, что-то разбил, что-то поломал, то есть, в любом случае, вам, вас это будет бесить, что нужно, ребята, делать, Нужно своей ненаглядной РСПшки капать на мозги за это. То есть ребенок твой сделал это, ребенок твой сделал то, он сделал не так. Он вечно кричит, он вечно орет, он вечно пердит и тому подобное. То есть просто капать, капать на мозги. Ребята, как бы ни стояла важна для РСП финансовая сторона, в любом случае она скорее... Ну в 99% она выберет ребенка, то есть ей все равно будет важен ее ребенок. И даже несмотря на то, что вы ее обеспечиваете, она скорее всего примет решение вас слить. Потому что она почувствует недоброе, то что вы нехорошо относитесь к ее ребенку. Даже не то, чтобы нехорошо, но сильно показывайте свое недовольство. Так вот скажем. И еще, ребята, такой момент. В принципе вот эти все способы, они будут хороши в купе, то есть в совокупности. То есть допустим вы ограничили финансы, то есть пошла какая-то реакция, ее недостаточно, допустим, вы применяете еще плюсом второй способ. То есть тогда будет именно это все действенно очень. Вот и так ребята разобрались, да. То есть если вы хотите... Смысл, ребята, опять же таки в чем? То есть опять же ее оттолкнуть от себя. Лучше если она вас выгонит, если вы живете на ее территории. Либо же она от вас уйдет сама, если вы живете на вашей территории. То есть показать ее отношение к вам, то есть истинно. То есть просто если она вас держит за оленя, то есть скорее всего она вас держит за оленя, то есть она будет вам многое прощать, допустим, какие-то ваши неполноценности, ваши все косяки. Но вот именно такие уже моменты она вам прощать, ребята, не будет. То есть если вы посягнете на святое, на ее ребенка, то есть не нужно, опять-таки подчеркиваю, не нужно там никаким рукоприкладством заниматься. То есть не нужно даже кричать на него. В принципе, даже если вы будете кричать на ребенка, она это запишет на видео, ребята, это будет аргумент не в вашу пользу. Мало ли как у вас сложится потом отношение, может быть дойдет до какого-то судебного разбирательства, то есть какого-то разбирательства с полицией, мало ли что как там сложится, может вы подеретесь с ней, она вызовет полицию, покажет это видео, скажет, вот пожалуйста, и все, ребята, даже вас слушать никто не будет, вы ударили ребенка, и это все, вам край просто будет. А вот такой вот именно моральный ход на ее мозги, именно на мозги РСП капать, что ребенок там такой, опять же таки не нужно там оскорблять его, не нужно там цепляться к каким-то моментам внешности, просто вот в любом случае дети дебошируют, то есть они что-то разбили, они что-то поломали, что-то там где-то нагадили, что-то порвали, кричат они постоянно, слишком активные они бывают, то есть вот на вот это нужно давить ей постоянно. То есть, ну, опять же, флегму такую включить, и говорить, типа, вот блин, ну что-то он орет, ну что ты не можешь с ним поговорить, ну ты же должна его воспитывать, это же твой ребенок, давай как-то это что-то делай с ним, что он постоянно орет, что он постоянно бегает, то есть, ну вот в таком вот плане, то есть ее в любом случае, это рано или поздно это ее выведет, то есть она, возможно, начнет вам говорить об этом, то есть не лезть к моему ребенку, там этому поводу, но там уже, в принципе, конфликт завяжется, то есть и скорее всего она от вас уйдет, ребята. Потому что для нее всего важнее это она и ее ребенок, то есть вы где-то там на уровне коврика какого-то, то есть там, возможно, на уровне собаки, то есть, ребята, такие вот дела. Если, ребята, вы считаете, что этот способ действенный, напишите об этом в комментариях, если у вас есть какие-то свои способы, как вы, может быть, уходили от РСП, от коварных, вот, напишите, поделитесь ими в комментариях, пишите мне, ребята, в личку, нажимайте лайки, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok